Здравствуйте ребята! Сегодня на нашей рим-зоне опять американец. И это Volkswagen Jetta 2012 год. Утопленник после града. Посмотрим на эту машинку поближе. Здесь у нас хромовая комплектация, топовая можно сказать, люк, диски, хром-пакет, все дела, галогенные фары. И эта машина потерпела крах под градом. Вот смотрим на капот. Сюда. Вот так вот побит капот. Это приход машины из США. 2012 год. Аукцион EAA. Кожа, белый салон, все дела. Красивые 17 диски. Размер резины 215,55,17. Кому интересно, как это смотрится на автомобиле, а вот так. Быстренько посмотрим. Салончик. Салон бежевый. Бежевая кожа. Просушенный уже более-менее. Патефон снят. И коробочка здесь, ребята, DSG-6. Будет работа у нас с этим автомобилем. Работы будет по механике. По малярке. Покрасил я уже бампер передний к ней. Вот так приходит. И здесь такой небольшой набор для сервиса. Так что смотрим канал. Будет много информации по сервису данного автомобиля. Пробег у этой красотки 153 тысячи уже километров. Уже километров. Это здесь у нас безключевой доступ. Кнопочка стоп-старт. И что самое примечательное, друзья, что это дизель. Кто увидел тахометр, тот уже догадался, наверное. Заведем эту автомобилину. Вот так зарычал мотор. Вот такая вот иллюминация на панели приборов. Будем читать ошибки. Будем разбираться с ее проблемами. Предлагаю взглянуть под капот. Двигатель работает у нас. В Америке дизель, ребята, это вообще-то большая редкость. Нет, есть, конечно, но очень редко. Клиент хотел именно такой автомобиль. Именно дизель. И вот он его получил. Несмотря на ошибки панели приборов, двигатель работает ровно. Снимем крышку. Посмотрим, что здесь к чему. Что здесь к чему. Двигатель, это модели CJ-A. CJ-A устанавливался он на такие автомобили, как Audi A3, Audi TT, A5, Superb, Golf 6, 7, если я не ошибаюсь. Джетта и 5-ая и 6-ая. На Passat B7, B6, CC-шки. Значит, сейчас заглушу. Заглушу, чтобы не орать. Короче, на широкий модельный ряд устанавливался этот мотор. Мотор это двухлитровый. TDI 103 киловатта и 140 лошадиных сил. Как вы понимаете, 140 лошадиных сил для такой крохи, это с головой. Посмотрим еще задний багажник. Ну, багажник, конечно, громедный. Задний диван сейчас снят. Но смотрится эта красота вся вот так. Потолочек немножко грязный, но... Да и пофиг. Вот голова патефона лежит. Крепеж, сервисные наборы. Там фильтра, сейчас мы о них поговорим. Багажник. Багажник громедный. Тут есть у нас такой небольшой органайзер. И здесь полноценное запасное колесо. Кто не знает, где винтабличка, вот винтабличка. В этой части ниша находится. Уже нет ничего. Розеточка. Розеточка. И посмотрим задний. Сзади его еще. Открываем тугой ход двери. Наверное, ними редко пользовались. Ну, вот можно смотреть по состоянию порога. Да, по рожкам. Здесь никто с задними дверями и не пользовался толком-то. И вот так вот это все красота. Красивый автомобиль такой. Крепкий, бодрый. Ну, как и все фольксвагены. Фронт работ по этому автомобилю запланирован следующий. Значит, покрасил я сюда уже бампер. Сейчас буду ставить бампер сюда. Будем разбираться с панелью приборов. Вернее, с ошибками, которые здесь вот нам высвечиваются. Потому как вот эта спиралька напрягает. Лампочки, понятно. Аэрбэк почему-то, давление шин. Но это херня. Посмотрим, что с головой. И посмотрим, какой сервисный набор нас здесь ожидает. Ожидает у нас здесь салонный фильтр. Сразу каталожные номера. Тормозной шланг. Передний правый. Сейчас заглушен. Потом бошевский масляный фильтр. Это я все, наверное, отдельное видео буду снимать. Сейчас очень быстро. Топливный фильтр. Фильтр DSG. Шестой. Потом воздушный фильтр. Воздушный фильтр. Вот такой вот будет у нас. Потом маселка в DSG. 5 литров. И маселка в двигатель. Так что фронт работ здесь немаленький. Вот, кстати, как крышу побило. Вот как крышу побило. Боковины ровные, красивые. Вопросов к боковинам нет. А вот крышу подкоцало. Ну и капот тоже. Вот видно, да? В целом, конечно, машина очень и очень неплохая. Достойная. За свои деньги очень даже вменяемый вариант. Не зачуханные, заезженные варианты из Европы. А нормальный американский баян. Кстати, еще с полным баком американской солярки. В общем, на этом, наверное, все. Буду прощаться. Времени мало. Работы много. Поэтому, кому понравилось видео, подписываемся на канал. Ставим лайки. Не забываем комментировать. Смотрим следующие видео с участием этого красавчика. Вот, на этом все. Пока-пока. Не ломайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова